Добрый вечер дорогие друзья, с вами снова я, Алан Зар. Сегодня мы продолжаем нашу с вами глубоководную морскую Одиссею прохождению игры Титаник VR. В предыдущем прохождении у нас были некоторые незаурядицы, как вы помните, в основном связанные с тем, что мы не могли полноценно изучать интерьеры, такие экстерьеры затонувшего лайнера. Прежде всего это было связано с режимом, в котором мы делали прохождение. Благодаря моим подписчикам, спасибо вам огромное, мы смогли решить данную проблему, и сегодня у нас будет более подробное и более интересное прохождение. Я думаю, это уже будет завершающее мое прохождение данной игры, посмотрим там дальше, как пойдет. Но у меня в планах уже прохождение четвертой обновленной демо-версии игры Титаник Чести Славы, которая уже выйдет, я так понимаю, завтра. Так что, ребятушки, ждем с нетерпением, я тоже жду не с терпением, но пока мы ждем, запасайтесь чайком, вкусными пряностями, садитесь поудобнее, и мы начинаем. Ну что ж, ребятушки, мы с вами снова находимся в нашем меню. В предыдущий раз мы делали с вами прохождение в режиме просто play game, то есть мы играли в банальную игру с тех или иных задач, да? Ребята мне подсказали, что если мы хотим просто заниматься изучением лайнера без каких-либо ограничений, нужно зайти через режим sandbox, мы с него и начнем. Так, тут получается есть под режиме stern и bow. С чего начать? Stern. Давайте со stern начнем, посмотрим, что там есть интересного. Ох, все, мы уже в лодке, все уже в полном обмундировании. Так, кто-то мне советовал, я уже не припомню, ребятушки, извините, перейти на режим 360 free cam. Попробую посмотрим, что это нам даст. Так, 69 метров до какой-то там цели. Посмотрим, что там интересного есть у нас. Так. Ой, дном ударились. Ребятушки, тут дно какое-то потревоженное, заметьте. Какое-то оно холмистое, что ли. Как будто здесь бульдозер проехался. 43 метра до какой-то там цели. Ух ты. Это что? Ох, ребят. Мы подплываем к чему-то очень интересному. Кажется, мы подплываем к корме. Если заметили, здесь, получается, по сонару видны двигатели. Поршневые. Точно, ребят, мы с вами у кормы. Етреть, молотить. Все, мы у двигателей. Жесть. Жесть, 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 жесть. Я такого, клянусь всеми святыми, ребята, я сколько делал, ну, проходил данную игру, да, когда дома играл, я ни разу не садился. Я не знал даже, как мне пройти корму. Я просто скручал простой режим и это. И все делал. Ну, пипец, ребят, у-убана. Мужики, девушки, женщины, как вас там всех. Это жесть. Это просто какой-то сверхгигантизм. Я не знаю, как. Реально, ребята, мне есть чем сравнить, почему я так говорю, потому что, когда я был, ну, пару лет назад, таково там пару, ну, три года назад на ледоколе ангара, я же рассказывал, что там были вот такие же поршневые двигатели, но там, извините, там ни о чем по сравнению с теми размерами, которые здесь представлены. Это просто какой-то сверхгигантизм, я не знаю. Что-то мне подсказывает, ребята, что я пойду завтра и через Авито буду заказывать новый шлем VR, чтобы в более высоком разрешении посмотреть на всю эту красоту. Это просто, я не знаю это, как описать. У меня сейчас слезы навернутся, и весь шлем будет мокрый, и я ничего не смогу сделать. Прохождение все предстанет под удар. Между прочим, вот гляньте сюда. Вот когда ты здесь стоишь, и сразу вспоминается фильм Джеймса Кемерона. Некоторые, в принципе, утверждали, что там почему-то двигатели в фильме, они представлены довольно гигантно. Ну, там какой-то гигантизм некий присутствует в фильме, да, что там прямо пошни такие величественные. Они на самом деле такие величественные и есть. Но это просто, я не знаю. Ну, да, на самом деле, эти двигатели, они являются самыми большими паровыми двигателями из когда-либо построенных вообще человеком за всю историю. Я как вспоминаю этот документальный фильм Титаника, там об этом так и говорилось. Ну, это просто, ребят, чума. Я не знаю, как это описать. Это просто что-то. Это я... Эх. Я, по-моему, так не кайфовал еще давным-давно. Ребятушки, те, кто мне преподсказали с режимом, вам огромное спасибо. Лайк от меня. Эти огромные цилиндры, получается. Насколько знаю, на них еще были своего рода повреждения, да, вот на реальном Титанике. То есть, они возникли в результате высокого давления. То есть, они там, они взорвались. То есть, возникли полости. Пока лайнер спускался на дно океана, эти цилиндры взорвались. Ну, посмотрите, это просто, ну, ребят, я не знаю. Я так, у меня ощущение, реально, как будто я нахожусь рядом с Титаником. Я не знаю, как это описать. Ребят, хотите, чтобы... Я не знаю, хотите почувствовать, покупайте шлем и играйте. Вот, покупайте. Вот. Оба-оба-оба. Я сейчас чуть не стукнулся. Покупайте шлем и играйте, ребят. Что есть мочи? Все, ребят, я передумал. Я буду дальше делать прохождение на данную игру. Тут кучу всего можно посмотреть. Реально. Это просто, я не знаю, как это... Ну, он реально какой-то... Это просто гигант. Честно. Никакой документальный фильм, никакая... Я не знаю... Никакой клип, видеоряд не передадут то, что я вижу сейчас. И, между прочим, ребятам-разработчикам спасибо. Они вот реально четко, с толком, с расстановкой воссоздали все детали в соответствии с их реальными размерами. Ни больше и ни меньше. Ну-ка, давайте-ка поднимемся на повыше. Посмотрим, какой там кошмар творится. Все говорят, что корму так разворотило, что мама не горюй просто. О, это остатки от кормовой мачты. Да, они тут висят, да. Ее скрючило просто-напросто жестоко. Это, получается, основание от грузового крана, да? Если я не ошибаюсь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот тут, получается... Да-да, тут действительно. Титаник просто-напросто как консервную банку просто вскрыло. Так, мы сейчас подплывем к армии. Ну, раз мы здесь с вами, ребята, давайте уж тогда на винты глянем, да? Ой-ой-ой-ой, нет. Я не хочу тут застрять. Ой-ой-ой-ой-ой. О-хо-хо. Ребятушки. Это какой-то кайф, ребят. Я не знаю, как это описать. Но это просто, вы посмотрите. Это красота. Это просто, я не знаю. Чувствую себя настоящим исследователем. даже ребята даже винты вот винты они выглядят я не знаю но по сути они соизмеримо соответствуют тем размерам которые они какими они описываются да то есть где-то в 3 сколько там три метра в диаметре сколько я уже забыл 4 или 6 четких цифр и не помню пишите в комментариях если помните но они реально большие они просто вот я не знаю гигантские но здесь понятное дело центрального мы не увидим потому что центрального закопом довольно глубоко и как нам показали последний вот исследование да по центральному винту как оказывается он у нас трехлопастный да тогда давайте-ка посмотрим хоть с левого борта на винт ну тут понятное дело что вал на котором крепится вот крепятся вот эти винты эти валы просто выбило от высокого напряжения есть прямо из корпуса их короче их задралась вот задрал прям наверх вот отсюда прямо видно каких задрала от нагрузки ну просто это что-то ребята одну только такую лопасть поднять с 1 океан до с титаника и ты можешь считаться миллиардером до конца своей дней вот честно он просто гигант ну просто я не знаю это просто ни конца ни края это получается шкурка полубака и вопрос просто содрала вот ну во время затопления так скажем это получается карма непосредственно не интересно здесь можем прочитать название лайнера нет так мы здесь получается ровно по килю до идем а ну-ка давайте-ка подплывем глянем ребята тут не замутили название они в принципе могли бы и замутить ну что-то я не могу прочитать здесь ничего ну ребят это просто это посмотрите ну это просто какой-то сюрреализм какой-то я не знаю как описать сюрреализм это реально как будто вот вот то так посмотреть на корму сзади как она прямо стоит до ощущение как будто она я не знаю как будто это здание на дне океана просто ни о каком затонувшем судне здесь речи не идет ну здесь понятное дело это по-моему здесь же где-то должна лежать табличка да с документального фильма призраки бездны вот она да 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 я хочу прочитать вот эту табличку да это получается та самая табличка которую которую спускали команда джеймса кемерона да по моему по моему через день после 9 сентября 2001 года когда рухнули башни близнецы в связи с терактом да и получается они спустили эту табличку на которой насколько помню написано типа то что полторы тысячи душ покоящиеся здесь до сих пор напоминает нам о том что невероятно может произойти чтобы мы с вами были бдительные сдержанные сострадательные и в дополнительных материалах к этому фильму джеймс кемерон сказал что это не самое не то что не самое точное так скажем то что я бы хотел написать на данной табличке но что есть то есть то и спустили на дно океан между прочим этот документальный фильм до сих пор остается одним из моих самых любимых в связи с тем что там билл пекстом я не знаю в принципе для меня вот эти ассоциации вот этих аппаратов до миров да и в принципе погружение к титанику они ассоциируются с ним потому что он у его имя уже тоже неразрывно связано с титаником царство небесное он был прекрасным и актером между прочим исследователем которого так скажем который тоже заразился вот этой титаником они тоже он взял снял документальный фильм 2012 году по моему да вот сколько было разговоров о том сколько пассажиров погибло в недрах лайнера да то есть те которые не смогли подняться к шлюпочной палубе да и они застряли в недрах то есть это в он касался наверно пассажиров третьего класса да я представляю для них смерть была я не знаю сродни какому-то ужасу какому-то кошмару если вы открывали мою книжку да тоже между прочим с названием призраки бездны да у меня там есть такой маленький так скажем рассказ о семье которая осталась так скажем в одной из комнат на корме и ожидала своей смерти участи так скажем я просто не знаю что сказать ребят ну да корму к реально разворотила ощущение как будто у него реально шандарахнулась я не знаю ну тут реально как будто атомная бомба взорвалась и короче ее просто разворотила уверен что сейчас и и состояние еще хуже чем то что здесь мы можем с вами увидеть тут просто груда всего так что мы можем с вами здесь поделать еще ребятушки там кажется я видел люк можно в принципе спуститься вниз посмотреть что там интересного есть да но мне кажется давайте-ка мы вернемся с вами сегодня начнем хотя бы хотя бы с изучением непосредственно двигателей потому что тут столько всего можно посмотреть тут очень огромный объем помещений я конечно собираюсь тут изучить все насколько это будет возможно насколько это мне позволит моего крайне ограниченное время ну пипец это просто можно сказать что океан взял и просто-напросто изнасиловал весел лайнер просто из с и снаружи изнутри ну вот корма реально пострадала очень жестоко я так понимаю что здесь все вот эти каюты которые были просто ну и помещение все их убранство да просто-напросто вымыло это посмотрите это это всего лишь мы с моим с вами смотрим с высоты 20 этажного здания до а а двигатели вот здесь вы понимаете насколько лайнер огромный я просто я не знаю как это писать это титанизм какой-то тиранизм гигантизм это просто ощущение вот реально предстает как будто даже нынешние лайнеры и по размеру ничто вот по сравнению вот с этим лайнером с британиком да давайте переходить на нашего маленького робота посмотрим на двигатели поближе но это просто чума ребята это просто я кайфую клянусь ими так 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 что от меня требуется я что не мог пройти что такое я хотел пройти сквозь двигатели ну ладно вот а макрорус плывет я думаю хотя вот к задней стенке то мы можем подплыть или тоже что-то сигналит по моему все-таки какие-то ограничительные все-таки моменты тут есть но ребят но это хрен с ним извините за выражение хотя бы мы можем взглянуть на эту красоту хотя бы сбоку далеко плыть не надо для того чтобы получить удовольствие кстати говоря где наш этот аппаратик но это просто я не знаю ребят это ребят советую идти и брать и вверх без промедления если вы про прям вот тащитесь вот всего то что связано с титаником это как раз для вас не больше и не меньше они реально даже можно сказать даже пятиэтажный дом это даже не четырехэтажный дом ну я имею ввиду размер вот этих двигателей ну понятное дело в принципе эти двигатели хорошо закреплены к корпусу на дне да соответственно когда лайнер тонув это же вас по сути самая тяжелая часть кормы же да и как бы корму и не перевернула на бок или как наискосок а перетащила прямо тяжелым основанием сразу же вниз потому что двигатели это самый тяжелый и и часть основу особенно днище да вот нищие там конечно это пипец там металла столько а вот это что такое интересно какие-то если ребята кто-нибудь знает как распознать те или иные объекты пожалуйста пишите вот что вот это такое какие-то генераторы или что запутанные так а нет погодите ребята я все понял здесь нету вот этого маленького робота я так понимаю да по сути дела мы просто-напросто перевоплотились в данный аппарат да только мы все наблюдали с вами снаружи да ну когда тика еще раз попробуй к а ну-ка переключись к на рову да точно нет не то не то не то не то вот это надо переключить а ну-ка давайте к еще раз попробуем все вот правильно как надо было сделать что-то мы сильно довольно квадратно с вами тут проплывая ну чё с ним это просто я не знал вот ну ребят у меня нет слов я просто поражаюсь как это все строили еще понимаете вот как это можно было построить вот по кстати пожалуйста наблюдаете перед вами водонепроницаемая дверь вот на вот этих ходунках да специальных да ну это вообще я не знаю одно восхищение ребятушки слова восхищения даже слов не передали слова они ни о чем невозможно передать то что я сейчас просто испытываю вы посмотрите только на вот эти звенья вот этих двигателей поршневых но это просто что-то это это просто я знаю ой-ой-ой-ой-ой до моем толщина только вот одного вот вот такого вот поршня она где то сантиметра 30 40 есть наверное я даже не знаю могу ошибаться в четких размерах и как представляете как это в живую все работало до если была бы возможность на это все посмотреть да реально визуально своими глазами я так понимаю если у нас здесь и возможность есть очень хорошо глянуть на корму у нас будет возможность еще глянуть на поле обломков ребята воссоздание поле обломков пипец и ребят мне страшно это пипец очень высоко ну просто-напросто реально если вот кто-нибудь вот отсюда вот рухнет да ну имеется ввиду если был будь на суше да отсюда рухнуть просто-напросто можно ну человек не помрет но обязательно все обе ноги сломает однозначно если не удачно еще упадет неудачно упадет черепушку сломает настолько это высоко это получается так понимаю могу ошибаться но это получается трубы по которым уходил пар я так понимаю на ну то есть остаточный парт на этот турбину который вырабатывал энергию для центрального винта может я ошибаюсь немножко может быть ох ребята тут и реально и голова кружится понемножку от такой красоты лагика может мы пойдем дальше посмотрим что у нас интересного есть может давайте глянем-ка внизу что есть интересного это у нас что тоже какие-то детали от двигателей господи это какие какие размеры сколько металлолома просто с таким количеством металла можно было бы еще 10 кораблей построить очень нехорошо что нету возможности плавного поворота вот этим маленьким роботом да есть возможность вот так только или ну так перескакивать понемножку а вот это что такое ребят а чего это может быть вот это у меня реально сработал рефлекс клаустрофобии сразу плохо стану стало кстати вот это я так понимаю мы получается перешагнули переборку за вот этой переборкой находились двигатель да это понимаю а это получается генератор это турбина которая работала на центральный винт да если могу ошибаться ребят извините но я вот в принципе то что могу вспомнить исходя из того что я видел да а вот коленвал и он уходит туда дальше жесть это как я ребят я не понимаю как этот могли отлить вот скажите пожалуйста это что за я не знаю у меня нет слов как вообще как будто то что даже вот древние египтяне строили пирамиды да это ничто по сравнению с тем что вот здесь ребята сделали но как можно было отлить вот этот гигантский механизм но это просто жесть я не знаю это давайте-ка переплывем туда и тут у нас коленвал от левого винта да я так понимаю я уже у меня уже дискоординация уже не знаю где левая и правая пытаюсь разобраться так здесь мы получается переплываем с этой в эту сторону посмотрим что там у нас есть но учитывая что переборки они прикрытые да мы можем изучать лайнер только переходя вот так из помещения помещение по бокам это все что мы можем сделать но ребята честно скажу как бы сплюнуть да хорошо что система не кричит то что возвращайся к к аппарату мир да я уже так условно назвал его аппарата мир потому что мне так удобнее сколько тут рыб так тут у нас что а вот ребята у нас тут есть дарца я заходить не буду наверное хотя представляю сразу же это как его предвкушение джеймса кемерона когда вот он начинает начинал изучать да ну как бы говорит я так мельком гляну да а на самом деле прямо вот есть крайне выраженное искреннее желание продвинуться дальше и посмотреть что там за поворотом да в самом деле человеческий мозг требует постоянного изучения исследования изучения пипец ну это разорвало просто в клочья так давайте-ка поднимемся чуток наверх посмотрю вообще мы где сейчас мы о уже кричит надо возвращаться ребят ушли ну потихоньку здесь пока покатаемся посмотрим что к чему думаю ребят мне придется сделать ревизию вот данного режима посмотреть вообще что можно здесь посмотреть чтобы просто с вами тут не болтались да вот чтобы посмотреть на какие-то вот интересные помещения которые здесь можно в принципе изучить ну в принципе на что посмотрим мы способны в принципе здесь глянуть о медуза и когда я буду делать уже следующее прохождение да я буду уже знать в какие помещения есть смысл вас сводить просто реально потому что физически нету времени у меня заниматься вот этим делом да но я попробую выбить время для того чтобы вот это провернуть но это мачта тут искореженная еще кое-как на соплях висит ну тут все просто искорежено изувечено из как еще назвать это он накаркал же да стоило прямо упомянуть про субмарину как тут же робот начал пищать то что возвращайся обратно так а здесь у нас что ну и здесь где-то библиотека должна была находиться первого класса может я ошибаюсь да этому маленькому роботу не хватит в принципе освещение для того чтобы полностью продемонстрировать все закоулочки вон я вижу там просвет ну посмотрите где мы находимся да а вон там уже внизу двигатели ну это пипец очень высоко ребята это просто я не знаю вы теперь понимаете насколько высокий лайнер был наше представление по картинкам и по всякой вот этой шняге ничто вот серьезно вот ничто ну когда читаешь название игры титаник вяр это не просто вяр это просто реальная попадание я не знаю в десятку в сотню я не знаю с размерами ребята угадали стопудово так давайте-ка я хочу знаете что делать там же у нас своего рода поле обломков было небольшущие да хотя бы по нему пройдемся посмотрим что там интересное есть ну в принципе здесь можно будет обойтись без робота поэтому я наверное переключусь на маша нашего крупного друга да пока сделаем небольшое освещение посмотрим что здесь еще можно глянуть но здесь я уверен что не будет у нас как такового доступа на поле обломков здесь просто вот эти единичные фрагменты завалены да а так в принципе все так же так ребятушки мое личико уже откипело да потому что все таки сколько наверное уже больше получаса мы с вами здесь гуляем если не меньше да но тем не менее вот на вот на такой вот картинке я предлагаю уже с вами сворачиваться потому что все таки я так понимаю надо будет поизучать все таки кормов тут очень много наверное интересных помещений которые в принципе историчные ребята наверное над некоторыми поработали чтобы ну ребята ну которые делают прохождение смогли взглянуть на них ну которые знают по сути титани так что я сделаю ревизию как сказал посмотрим если там еще есть режим жбау я думаю еще его надо пройти там интересно посмотреть что скорее всего это будет поле обломков а возможно нос я еще не знаю надо будет смотреть так что я посмотрю как там будет если что буду чередовать прохождение с прохождение вот четвертого обновления игры титани к чести слова а дальше мы посмотрим что будем делать с вами все таки есть и работа я постараюсь все таки выпускать ролики почаще посмотрим как получится ребятушки но я здесь еще хочу побывать я хочу здесь полностью посмотреть что у нас есть что что можно предоставить корма поизучаю посмотрю не в режиме VR а потом уже буду знать куда проплывать и на что можно будет посмотреть ну чтобы вам продемонстрировать ребят спасибо вам за поддержку за то что вы помогаете развивать мой канал за то что смотрите мои ролики я буду чаще делать интересный контент будем развиваться стараться специально для вас спасибо вам ребятушки всего вам хорошего приятного вечера до скорого